Чтобы понять эту проблему более глубоко, важно понимать, как стереотипные воспитания мальчиков и девочек формируют затем отношения в семье и как это приводит к тому, что в семье может возникать насилие. Воспитание мальчиков и девочек в детстве определяется довольно жесткими гендерными ролями. Мальчику с детства говорят, ты должен быть сильным, ты должен быть неэмоциональным, ты не должен плакать, жаловаться, уметь дать сдачи. Девочки говорят, ты не должна бегать, ты не должна быть активной, ты должна быть покорной, приятной, угождать. К чему это приводит во взрослой жизни? Девочка, которая воспитана приятной, покорной, будет пытаться все время угождать и подстраиваться под обидчика. Мальчик, понимая, что его роль является такой доминирующей, агрессивной, из защитника очень быстро переходит в агрессора. Конечно, это идет часто из родительской семьи, то есть это не возникает просто на пустом месте. Как правило, обидчики, которые в своей семье начинают применять насилие, это дети, которые являлись свидетелями насилия. То есть этот мальчик чаще всего видел, как его отец оскорбляет, обижает, избивает мать. И девочка, скорее всего, видела такое же поведение в своей семье, и она видела, как мать терпит, пытается это скрывать, тем, чтобы сохранить семью. Насилие в отношении детей бывает прямым, то есть когда дети подвергаются напрямую насилию, истязанием, избиением, наказанием, а бывает косвенным. То есть это именно когда дети являются свидетелями насилия в своей семье. В моей практике был случай, когда ко мне пришла женщина, прожившая в ситуации насилия 26 лет. Ее направила ко мне взрослая дочь, которая слышала где-то мое выступление. И когда эта женщина пришла, она была совершенно растеряна, потому что 26 лет она думала, что она скрывает от своих детей то, что происходит в ее семье, и что она сохраняла семью ради детей. Но только выросшая дочь и взрослый сын сказали, мам, не надо было терпеть. Мы все это видели, мы все знали, и нам было очень тяжело с этим жить. Дети-свидетели насилия подвергаются тому же уровню травмы, психологической травмы, которой подвергаются сами пострадавшие женщины. И вырастая могут либо, вот здесь есть 50 на 50 процентов, могут либо применять такие же способы поведения в своей семье, либо наоборот, жестко относиться к любым проявлениям насилия. Когда мы говорим о том, что такое родители для детей, это фактически их вселенная. И поэтому дети по-другому не могут никак воспринимать этот мир. То есть они воспринимают не через то, что мы им говорим, а воспринимают через то, как мы себя ведем, и копируют это поведение. В одном из случаев в суде, когда мы встретились с мужчиной, который подвергал насилию сначала только свою жену, а потом и троих детей, после суда он ко мне подошел и сказал, вы не понимаете, я вырос в такой семье, мой отец избивал мою мать. И вот если бы у него была возможность хотя бы об этом с кем-то поговорить, когда он был ребенком, может быть его судьба и судьба его семьи была бы другой. Если вы знаете, например, детей, которые живут в такой ситуации, то очень важно с ними говорить об этом, потому что для детей, которые видят ситуацию насилия в своей семье, очень важно понимать, что не весь мир такой, что не все взрослые ведут себя агрессивно, что не все мужчины доминируют и вот так жестко ведут себя в своей семье, и что отец это не наказание, а отец это забота, это поддержка, и благополучная семья это не материально благополучная семья, а это то, где дети чувствуют себя безопасно. Субтитры создавал DimaTorzok